Всем привет! К сожалению, обман в художественной сфере это норма. Чертовски много неадекватных художников, любителей, халявы, да и просто люди, которые по рофлу ставят авто на адопта и кидают тебя в ЧС. Зачем? Ну, кто же знает, эти истории настолько банальны, что когда видишь очередной слив на такого умника, просто кидаешь его в ЧС и забываешь об этом навсегда. Забавно, что я практически не тусила в сфере адоптов, просто потому что это, ну, не мое, но даже меня умудрялись кидануть на деньги. Хотя даже меня звучит не очень, но я имела ввиду, что сделала за жизнь очень мало адоптов, пару штук буквально, и еле их продала из-за вот таких вот кидоков. Популярных кидает чуть реже, чем людей без большой аудитории, просто потому что такой художник сделает слив, и у тебя уже не будет репутации. Ты мало что купишь, не говоря о том, что ты даже не сможешь ничего продать. Ладно, давайте чуть-чуть ближе к сути. Таких историй у меня много, к сожалению. Хотелось бы, конечно, чтобы весь мир был радужным, везде было доброво, но, увы, такого не будет. Хоть тема могла бы отличиться от всего этого, но там, где есть деньги, хоть какие-то, там всегда будут люди, которые готовы тебя обмануть. Банальные истории про трейды я уже где-то рассказывала в каком-то ролике, и я бы его кинула, если бы я помнила конкретно где я это рассказывала, простите. Про людей, которые кидали меня на камешки, тоже. Хотя недавно была ситуация, когда человек мне скинул фейк-скрин оплаты. Я как бы не дебил, но офигел, меня впервые так тупо обманули, и я даже не стала ничего отвечать заказчику, в кавычках, просто вообще ничего. И знаете что? Он забил. Ну скажите, будь это реальный заказчик, сделал бы он так. Думаю, нет. Из чуть менее банального и смешного был недавно ребенок, и это именно ребенок. Никакой предвзятости, просто я знаю возраст этого человека. В общем, он просто скопировал мой ос в гаче, поменял там цвет волос, еще какие-то мелкие детали. Ну, супер-мега очевидный плагиат, но мне уже столько лет, и это просто происходит чуть ли не каждый день. И я понимаю, что я просто не вижу всех этих постов, не вижу всех этих осов, но я знаю, что этого много, к сожалению. Но мне просто уже стало пофиг. Я забила на этого чела, ибо, камон, ребенок играет в гачу, пускай страдает своей фигней, делает ролики для своих 10 людей. Как бы он мне не мешает. Но чел немножечко перешел границу. В общем, он залил в тикток ролик, где был мой арт, в общем-то, с моим персонажем. И поверх поставил своего гача оса, в кавычках, и начал говорить, типа, ммм, кто это вообще такая, я ее не знаю, мы разве похожи, совершенно нет. И как я нашел этот лютый кринж, спросите вы. Да так, чел, который абсолютно точно меня не знает, никогда не видел мои ролики, никогда не видел моего оса, который явно точно не плагиат, поставил мой ник в хэштеге к своему видео. Это очень смешно, продолжение к этой истории нет. Я написала коммент, типа, ну давай познакомимся, раз ты меня не знаешь. А мне ничего не ответили, а жаль, я бы пообщалась с таким очень оригинальным человеком. Но ничего, ребят, бывает. И да, то, что факт, что это происходит постоянно, я это не замечаю, не значит, что нужно так делать. Это все еще плохо, и в комментариях люди писали этому человеку, что это очевидный плагиат. И вроде как он прекратил так делать, но все равно это смешно. Это, конечно, не история прям обмана, скорее просто ребенок развлекается. Говоря о чуть более серьезных вещах, как вам такая история? Большая компания кидает блогера на деньги. Звучит уже интереснее. И, к сожалению, произошло со мной. Дело было пару месяцев назад, и мне написали с просьбой сделать рекламу на канале. Все окей, мне такие предложения часто приходят. Я скинула в сценарий, все сделала, как они просили. Они его одобрили. Я сделала фулл ролик, они его тоже одобрили. Но прикол в том, что деньги мне так и не пришли. Вообще. И они неделю обещали деньги, я им все писала, писала. Вот только оплата так-то и не пришла. Я просто психанула и вырезала рекламу, выложила ролик на канал без нее. Никто мне ничего не написал после этого, и я на самом деле забила. Естественно, я не стану называть ими компании, просто потому что, ну, вдруг это ошибка именно менеджера или бухгалтера. А я тут рассказываю, какие они плохие. И мне, в общем-то, было пофигу по большей части, жалко лишь было, что я смонтировала все, и я потратила на это время. И я очень сильно постаралась, вышло красиво, 10 из 10, а мне не скинули обещанные деньги. Ну и плюс пришлось потратить время на то, чтобы вырезать это все и выложить ролик. Понятно, что обманывать людей это нехорошо и некрасиво. Зачем такие люди так поступают, непонятно. Мне очень много попадалось в истории как раз-таки с адоптами, когда люди просто писали авто, там 100 рублей, ну, неважно, писали какую-то сумму, которую они готовы отдать за адопта. Так к ним приходил уже сам художник, писали типа, ха-ха, что я за это буду платить, и пошел нафиг. И, естественно, это откровенный троллинг, но я, честно говоря, за столько времени так и не поняла, зачем они это делают. Может быть, у кого-то были такие истории, конечно, надеюсь, что нет, но если у кого-то такое было, то расскажите, как там тот человек оправдался перед вами, потому что, ну, камон. Слово, пока я не забыла, хотелось бы сказать пару слов по поводу плагиата. Дело в том, что когда людей таких ловят на плагиате, они в первую очередь говорят, да блин, я этого человека не знаю, не знаю этого персонажа, это все неправда, я не плагиатил, я не воровал. А ты смотришь и видишь, да камон, это же все очевидно, зачем ты строишь из себя клоуна невинного. И такая история была не совсем со мной, но, скажем так, я была свидетелем, человек взял кое-какие фишки стиля у одного знакомого мне автора и начал оправдываться, что нет, я вообще-то этого не брал, а ты смотришь, а там работы буквально один в один, просто чуть хуже по скиллу. Тоже возникает, естественно, логичный вопрос, а зачем ты вот врешь? Это тоже обман, конечно, не такой крупный, навряд ли от него кто-то пострадает прям сильно, но, тем не менее, давайте не будем заниматься такими вещами, если уж ты что-то взял, то ты хотя бы имей совесть признаться в этом, потому что, ну, это как минимум некрасиво к оригинальному автору, если ты его уважаешь хоть чуть-чуть, то не будешь так хотя бы делать. В общем, хотелось бы мне сказать, что такие люди имеют какую-то логику и рассказать чуть больше истории, но дело в том, что, несмотря на то, что со мной такое много раз происходило, все до ужаса банальные вещи, такие-таки натрейды, камишки и прочее, и мне нечего сказать, потому что я не знаю, чем эти люди руководствуются. Я без понятия, чем они думают, я без понятия, зачем они это делают. Так что, если реально кто-то так делал или знает зачем, расскажите мне, пожалуйста, если вам не сложно в комментариях. Возможно, мне кажется, но ощущение, что чем дальше я иду, тем больше людей меня пытаются обмануть. Хотя, казалось бы, а нафига? В чем выгода ссориться с человеком, особенно которого ты не знаешь? Особенно человека, у которого есть какая-то аудитория. Люди думают, что это просто смешно или как-то по рофлу. Пойду напишу кому-то коммент там, обосру, пытаюсь обмануть. Он мне нарисует комиссион, трейд, реквест, я брошу его в ЧАЭС. Но, ребят, это не так работает, к сожалению, вашему. Современный мир, он немножечко изменился с тех пор. Если раньше слить художника за то, что он там неправ, обманул, было типа, вы что, его хотите там забулить, забулить, то сейчас это норма, потому что, ну, как еще наказывать людей в интернете? В любом случае, я очень надеюсь, ребят, что вас особо не обманывали, ни на артынги, тем более на деньги, потому что на деньги это уже уголовная ответственность, как вы понимаете. Ну, а всем большое спасибо за просмотр этого ролика. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, на твиттер, на инстаграм. Подписывайтесь на мой бусти. И всем удачного дня! Субтитры сделал DimaTorzok